доброго времени суток уважаемые слушатели канала переход мы очень рады вас всегда приветствовать и конечно же сегодня у нас с вами передача весь мир на моей стороне я максим самсонов и вместе с великой матерью с нашим мастером любимым мастер развития которые меня начало называют после детей здравствуйте у нас 37 выпуск предыдущий выпуск у вас был срены затронули очень интересную тему жить сверху да 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 мы можем ее продолжить то что это очень такая тема три животрепещущие очень не веруют люди в нее но это самое лучшее состояние который сегодня можно придумать да и также мы еще сегодня затронем тему праздники и традиции давайте конечно это праздники твоя тема как ведущего максим у нас ведущий так что приглашайте его это очень знающий очень веселый ведущий ваш праздник будет очень гармоничным и изысканным я вот так вот ствола деруна вот жить сверху в семье нужно ли жить сверху или все-таки нужно объяснять и доносить и вот или в каких-то моментах действительно иногда надо взять и приподняться смотрите жить сверху это состояние которое очень бережет человека да но все равно вы как человек которому не безразлична судьба своя своих детей своей родины своей земли и мира в целом вы будете всегда я вот просто о себе даже идея вижу ошибки до людей я подхожу говорю вот даже рисую я подхожу говорю вот ребята вот здесь вот так так и так иначе у вас там не срастутся эти возможности всегда поправляю людей но очень тихо так незаметно вот здесь тоже самое всеми нужно обязательно обязательно поправлять незаметно незаметно это очень работа это искусство а вы не сможете я тебе сказала вот так сделать это можно применимо к детям только можно я сказал вот вот это я точно вижу что это так да то есть свою точку зрения потому что смотрите когда все-таки уважение идет в семье между родителями и детьми вот я сказала это не будет оскорбительным да а вот когда человек я сказала или сказал это дело это во гневе это уже оскорбительно для ребенка вот есть разница между состояниями их нужно разграничить поэтому мы обучаемся и себя жить сверху да и всем людям даем эту практику для того чтобы не ранить свое сердце не ранить свой свое здоровье не разрушить все что так тонко создается и все идет к любви понимаете поэтому когда ты живешь сверху ты не участвуешь в том что творится внизу все ты оторвался и ты не куда-то на горе сидишь ты участник но ты не участник негативных трансляций я бы так сказал ты не участвуешься в них потому что тебе это уже не подходит тебя даже отравление может быть представьте токсикация такая от того что делают окружающие в семье на работе на там в транспорте ну вот и поэтому когда ты прыгаешь сверху у тебя тебя это не касается то есть тебя не ранит ничего это очень важно для сохранения себя в такое в общем достаточно серьезное время да но попытаться наверное задеть тебя все-таки ну как бы будут наверное люди говорит то что ты безучастный безразличные да ну скорее всего это будет такая проверка наверное да на твою но твою стойкость может быть устойчивость принять до моментах когда еще человек растет до этого состояния она же тоже многоуровневая ты освоил вот здесь вот один уровень а там еще огромное огромное количество но дело в том что это твое видение ты отвечаешь этот ты так чувствуешь это твоя твое умозаключение и это твои слова дело в том что когда люди в гармонии один человек гармонии а другой нет то есть здесь у более высокодуховного человека есть такое правило подстраховать того низкого и у меня даже иногда это было с подчиненными вот они там или лгут или замазывают или еще что-то на разные такие восприятие лицемерия и тому подобное и когда повышаю голос до повышала сейчас я все меньше меньше это делал вот я часть проблемы брала на себя но это когда человек большое может это сделать понимаете а если человек только растет энергетически ни в коем случае не пробуйте не берите лишние проблемы пока вы не станете устойчивы и не научите жить сверху а если человек вообще не слышит вот ты ему пытаешься что-то донести да там убери вещи например он просто как-то тебя игнорирует но понят дело он тебя как бы пытается но расшатать ясное дело но все равно как как сделать так чтобы ну прямо с одного взгляда уже понял что надо делать это когда у тебя будет большая мощь там уже все будет идти так как тебе надо ты же центр будешь источник он же центральный и все события все 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 люди все будет вокруг тебя такой человек он выделяется чем он не выделяется среди толпы он может вообще не выделяться все рынком платится или в чем-то вообще незаметный или какой-то он выделяется энергетически к нему сразу все тянутся понимаете но человек такой источник он должен быть очень энергоемки то есть в нем должно быть очень много высокой энергии любви а в любовь входит и принятие и строгость и дисциплина и ответственность там очень строгость понимаете там уже хи хи ха ха нету знаете почему а потому что вы каждую секундочку своей жизни хотите сперечь не на преодолевание ситуации вы включаете максима да 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 очень интересно рассказывать тебе просто заслушался 4 года ты меня слушаешь я благодарю но сейчас вам нужно вести эту программу и вот на чем мы остановились но то что люди например вот к тебе ну старается так как ближе подходить да 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 вот и все таки и несмотря на то что к тебе ну большое скопление людей идет хотят погреться здесь ли надо ли здесь вот выходить на жить сверху нет если вы видите что человек идет не со злом к вам не с разрушениями не с лицемерием быстрее украсть у вас что-то или обмануть вас потому что они видят что здесь можно обмануть и поживиться да это я на работе на работе очень хорошо это поживиться понимаете я пришел поживиться здесь у него прям а он не не видит что его видит его мысли и когда вы такой развитый человек вы не допустите свое пространство вот этого всего понимаете потому что время настолько ценно каждая минута чтобы сохранить сохранить и приумножить то что ты успел уже сделать и в материальном мире то же самое и когда человек так обучается жить вот это есть разумная достаточность кстати да поэтому давайте сейчас ее включим разумно достаточность пожалуйста дорогие друзья прямо сейчас на нашей любимой передачи весь мир на моей стороне мы включаем разумную достаточность прямо вот сейчас так и говорим включаем разумную достаточность приношу до великую любовь благодарность за то что ну во первых весь мир на моей стране и конечно же я учусь жить сверху и поддерживаю себе разумную достаточно да но когда вы учитесь жить сверху вы всегда просматривайте если у вас это потому что вы быстрее освоили чем другой человек если у вас эго вы уже никуда не не живете вы сверху понимаете это иллюзорная ловушка но мне нравится что в нашем направлении иллюзии полностью исключаются потому что мастер строгий у вас вот и не допустит ни лицемерия не вот этих вот всяких а быстро корректирует это очень хорошо мы вам за это конечно благодарна очень давайте может быть мы сейчас придем к теме праздники традиции конечно но мы сейчас вот разумная достаточность я рекомендую например эту практику делать постоянно в течение дня почему раз вы чувствуете вы идете в магазин да из полки как начнете брать а там не понимаете что идет управление этим да и набираете кучу вообще продуктов которые вам не нужна например да то есть и военных действий сейчас не бойтесь не набирайте не какой-то основа всегда у человека у разумного всегда есть спички и соль и крупа ну тушенка крупа так это такое нзе небольшой если вы забьете весь дом и представьте вам придется покинуть этот дом по каким-то причинам ну и куда вы это все возьмете а бензина нет но к примеру господи здесь же человек это худшие сценарии а лучше быть в разумной достаточности то есть когда ты поел сам и ты думаешь о том кто еще не поел это сейчас я это одно из которые входят в разумную достаточно например такой пример вот я прошу всех своих кто на кухне у нас да я прошу всегда говорю вот вы дёрочка вот это вот оставляйте для животных а не горкаки сатлана владимировна здесь животные я говорю какие и крысы и мыши и голуби и птицы говорю как какие вот животные и черви даже и это все животный мир я говорю вы сами поели да дайте младшему зачем во первых это и хороший композ кто вот на земле да дайте младшим поесть те которые хотят тоже кушать очень замечательная практика вот прямо сейчас поел сам подумал о других абсолютно да то есть понаблюдайте да не бывает такого чтобы рс человек который с эго он никогда не будет думать вы себя характеризовать да хочет вы себе спросите задайте такой вопрос а хочется ли мне подумать кто там еще голодный эго вам скажет нет она внутри вам скажет попробуйте проверить себя на это и тем самым вы осознаете что она у вас присутствует и вы с ним начнете работать то есть отменяю все в любовь преобразовываю и разные переключалки которые у нас есть божественная ловушка и много-много-много вхождение в эталонное состояние тоже переключалка вот вы себе только задать этот вопрос и все и вы проверить и кстати говоря вот даже нехватка денежных средств она и нас и учит к разумной достаточности денег не хватает значит но где-то ты чуть-чуть там расточительно живешь значит надо уже как-то собраться собраться да дело в том что если не будет работать закон десятины деньги будут знаете как крутится они против человека а не к нему закон разумной десятины давайте мы о деньгах еще сделаем сделаем конечно давайте что очень многие просят а я говорю ну наконец-то а там разумная достаточность это ас основала после благодарности мы обязательно будем давайте к празднику да вот самый все-таки важный праздник для человека это какой находиться в состоянии любви то есть всегда ну то есть это поддержка эталонного состояния абсолютно эталонного и состояние сейчас вы и дайте практику с эталонным станет сейчас минутку и это смысл жизни и потребность находиться высоких энергий да друзья то есть где вы бы ни были в общественном транспорте либо где-то там на остановке где идет дождь праздник всегда должен быть в душе да вы просто включаете свое талонное состояние вспоминаете тот самый прекрасный момент да такое мгновение яркое в вашей жизни и его выносите до к себе и сразу же моментально вот включается у вас эталонное состояние вот так можете даже сказать включая свои талонное состояние добыть и да да здесь и сейчас еще добавьте раз здесь и сейчас включаю этого состояния быть этому то есть раз и вы вдруг на сотый раз вы вдруг почувствовали что там становится тепло и вот это тепло это как раз уже то состояние которое для вас является эталоном то есть человек с узнать как там же ум работает там эго там перемешку и она не дает верить верить себе не дает а когда вы это тепло почувствуете вы начинаете верить вот точно чуть там зашевелилась такой спокойненько тепленько внутри это как раз ваше эталонное состояние а потом вы это тело через миллионы раз обязательно она будет автоматически у вас включаться но может быть человеку сразу не так просто взять и вот эту вот картинку до запустить ее к себе может быть как-то с применением каких-то вот ну ощущений тактильных можно тоже заякориться ну так скажем заякорить это эталонное состояние там например ну там вот так как потереть нет это можно для тех людей которые это наоборот отвлечет дело в том что эталонное состояние надо сказать что вы его формируете самый лучший эпизод вашей жизни но без людей то есть это море может быть это водопад да то есть какое-то и она потом визуализация у нас работает быстрее если вы начнете тереть ну может быть для это делайте как вам удобно но она должно быть вы должны объявить решительно о его присутствии вот так я почему через миллион сказала раз а потому что неверующие люди неверующие в себя они как раз через миллион где-то начинают его уже запускать автоматически зубы пошли чистить раз сразу эталонное состояние то что вы не видите в каком состоянии вы живете а это нужно отслеживать описать а вот кому все-таки больше нужен праздник сущностям или душем и тем и сущности любят очень кривляться в людях очень не только кривляться они они даже хороводы вводят сущности они знаете как развлекаются в человеке понимаете и чем опасность сущности я сразу говорю они просто берут у вас энергию вот чем они опасны души они как бы взаимодополняют друг друга да получается душа дает энергию для того чтобы человек себе полностью не разрушил ну то есть получается если это праздник без алкоголя это праздник для души да там примеру так нужно характеризовать ну проще говоря для нас уже до праздника для души каждая секунда мгновение жизни понимаете почему потому что человек приучает себя к новым состоянием он просто приучает вот как машину мы водили да идете по лестнице куда-то все я расту расту там сделать да то есть включить эталонное состояние разумную достаточно когда вы только сели есть разумная достаточность обязательно включить то есть сразу вы подумали кто у вас голодный кстати очень хорошая подсказка вообще не хотят думать ни о чем ни о кому такой человек ведь мы же вам рассказываем для того чтобы не учить вас а мы вам рассказываю что это меняется качество жизни это раз качество внутреннего мира это два качество всех событий это три то есть реальности это 4 у вас уже не будет страдальческих событий вы поймите вот из-за этих практик вот такие да абсолютно простых на самом деле так это действительно вот ты садишься да есть и говоришь включая разумную достаточность да то есть уже сам себе ты дал поддержку то есть уже лишний раз уже не полезешь там за кусочком торта да и хлеба вы уже помойку не выкинете голубям раскрошить вот так вот почему почему вот когда смотрите у человека психоэмоциональное состояние неровное да ему рекомендуют аквариум до чтобы он рыбок кормил потому что вы он должен успокаивать себя человек а когда он кормит он как раз десятину отдали это же автоматически делается вот так что у всех кого не уравновешенное состояние особенно женщины будьте начеку давайте своим любимым и детям и всем именно аквариумы ставьте пусть обязательно это кормят они тем самым очень раньше ведь аквариума советском союзе везде стояли сейчас и очень мало значит это истину убрали как лук как чеснок как это может быть что лук и чеснок неволезные как это может быть